Чистота начинается с самого себя. Сотня студентов Самары закатала рукава и вышла на уборку города. Ленинский район для них родной. Здесь они живут, учатся и готовы прикладывать усилия, чтобы помочь городу преобразиться. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Если мы будем продвигать эту инициативу в молодежи, так сказать, в массы, то я думаю, мусора станет меньше. На самом деле мне очень приятно здесь находиться. Я пришелся со своими одногруппниками, убираться под музыку, попить чай элементарно и навести порядок в центре города. И к тому же в этом районе я живу, поэтому мне будет тоже очень приятно. Сквер на пересечении Мичуриной и Московского шоссе никогда не был особенно популярным, скорее проходным. Теперь же ему дадут название «Молодежный». Именно поэтому студенты с таким энтузиазмом вызвались привести в порядок место своего будущего отдыха и даже планируют обустроить его по-новому. Я думаю, это некая фотовыставка, необычная, с некоторыми использованием технологий, не могу пока сказать каких. Это, например, к примеру, может быть использование теплых лавок. Своими силами, по своей инициативе они посчитали, что им это интересно, это нужно. Нужно привлекать как можно больше людей к субботнику, к благоустройству города. А начинать, естественно, нужно с себя. Программа «Чистый город» работает в Самаре с 2013 года. За это время число парков и скверов, где наводят частоту студенты вузов и колледжей, выросло в два раза. Сейчас их 15. Идея акции такова, что молодежь приводит в порядок такие объекты, социокультурные объекты в городе, парки, скверы, аллеи, площади, где они потом летом отдыхают, гуляют, играют в футбол, занимаются другими видами спорта, катаются на роликах, на велосипедах. И тем самым они вносят свой вклад в благоустройство территории города. В этом сквере два года назад установили табличку в честь 70-летия Великой Победы. И активисты программы «Чистый город» обещают, что аллею памяти будут поддерживать в чистоте не только во время субботников, но и на протяжении всего года. Для того, чтобы навести в собственном городе порядок, нужно всего лишь четыре компонента. Три из них, три у чистоты, находятся у меня в руках. Это лопата, грабли и метелка. А четвертое – это хорошее настроение и желание привести город в порядок и сделать его еще более прекрасным и красивым. Мариана Мирна и Артем Сулайманов. События.